Слава, спасибо тебе за участие в нашем турнире. Поздравляю тебя с победой. Скажи, пожалуйста, как тебе в целом турнир? Какие соперники тебе показались наиболее трудными? И в финале ты играл с Сергеем Елизаровым. Какую тактику ты выбрал? Какие слабые и сильные стороны ты могла отметить в его игре? Во-первых, турнир, я считаю, очень полезный. Во-первых, играют очень много молодых спортсменов, которые здесь тренируются. Уходят ветераны, играют с сильнейшими спортсменами. Я считаю, что молодые очень на этом могут много почерпнуть знаний и в дальнейшем расти намного быстрее, чем просто они будут между собой тренироваться и играть. Ну, один вид из турнира, то, что он долго очень проходит, потому что много участников, конечно. И все матчи потом наконец-то входят. Ну, в общем-то, турнир, я считаю, очень хороший, полезный для Москвы. И сильным спортсменам можно проиграть. Хорошие условия. Зал. Ну, столы немножко близко стоят. В конце, когда мы уже восьмерка играли, четырёх и глинах, два поля. Также была борьба с Ленинградом. Вот. Такая напряжённая встреча была. Вот. И, конечно, в финале с Елизаровым. Ну, я, в общем, скажу так, что, как обычно, пробую ракетки с этой. Сейчас играл в Мейзен. Ну, тактику выбрал. Это был острый атакующий, потому что он как бы обороняется. Ну, что-то получилось, наконец, пробовал, экспериментировал первые два сетов. Не понимал, почему ошибаюсь. Ну, чуть-чуть нашёл в конце уже. Саму понравилось, как я играл четвёртый-пятый сет. Первые три плохо. Четвёртый-пятый хорошо. И я считаю, что очень достойно он отборолся, поэтому мог победить. А слабые стороны можешь выделиться и, наоборот, сильно ты? Его? Ну, ну, как я уже сказал, что он больше играет от приёма. Ага. И из-за этого мало остро атакующих мячей. Вот, что с ним ждёшь. Но зато этим он хорошо чувствует мяч на столе, возвращает. Если ты ошибаешься, он выигрывает. Если ты не ошибаешься, тогда... Спасибо тебе большое за участие. Ждём тебя снова.